российские колонии только одна эта фраза вызывает отвращение и страх за последние месяцы в россии вскрылась целая система пыток в колониях людей насилуют избивает а иногда и убивают одну из последних чудовищных новостей пожалуй знают все речь о саратовской пыточной больнице где заключенных избивали и насиловали снимая весь процесс на камеру история прогремела на всю россию но сколько таких пыточных существует прямо сейчас и сколько из них находится в перском крае сколько якобы случайных смертей заключенных прикрывает болезнями суицидом или трагической случайностью канал перм 36 и 6 поговорил с правозащитниками заключенными их родственниками колонии пермского края можно ли вернуться оттуда живым или хотя бы здоровым здравствуй дорогая мамочка как здоровье дорогая моя как вас дела отвезли меня на десятку в этом часов это в часовом только чуть дальше сейчас в карантине две недели выхожу на работу на промзону вроде все наладится как день рождения встречал да только приехал в этот день даже не заметил как там женька когда свадьбу собирается играть отцу привет передай до здоровья выйду в лагерь с карантина напишу береги здоровье мамуля очень тебя люблю и очень соскучился я буду стараться измениться люблю тебя очень твой сын саня и мамуль добавлю я исправлюсь обещаю извини что я у тебя такой непутевый сам виноват и сам не досмотрел что да как вот такие дела я люблю тебя мамуля очень очень пиши мамуля жду письма мама обстоятельства этой истории буквально напичканы странностями 33-летний александр брагин прибыл в колонию номер 10 14 октября 2021 года по закону он должен был пройти двухнедельный карантин однако в вход всех правил александра вместо карантина отправили работать на пилораму спустя четыре дня на промзоне ему отрубила голову после проверки следственный комитет признал случившееся суицидом и по факту смерти александра брагина уголовное дело возбуждать не стали как же случилось она мне сообщила его гражданская жена я была на работе до меня нельзя было дозвониться там нет связи и прибыли мы в другой ну как пункта там уже связь как есть мтс мне звонит его гражданская жена галина викторовна вам звонили я груз кто она горит из колонии я говорю по поводу нагресса что совершил суицид я говорю живой нагреть нет морги почему суицид я не знаю почему они так сказали ну понимаете сердце матери все равно это не обманешь и когда мы его забирали месяц фотографии мы вас фотографировали там видно на лицо что это не суицид это убийство я даже его еще не мы не забирали когда я уже знала что это убийство потому что сашка любил жизнь он этого сделать не мог и из доставленных источников я узнала с ним было двое а потом в итоге узнала что с ним был еще и четвертый с ним который стоял далеко якобы на стрёме вот эти двое что сашка как как мне объяснила потом следователь сашка попросился там гневальный видимо такой же осужденный что хочет выйти на работу денег заработать что у него пока с волей нету помощи начальнику горит этого македону этому надо дали заявление типа подписал его и его вывели на работу я говорю первый вопрос почему в карантине человека вывели на работу она мне объяснять следователь они могут ходить из карантина хоть кого их открылись карантина троих выдернули я говорю это как так то человек карантине иначе кого хотим того и забираем что ли выявили его значит на работу вот они пошли втроем вот этот вот рейджин массеев и вот саша у меня сын я видимо давно сидят как она мне объяснила и они пошли вот на промзону в лесопильнице он типа подметал тут а эти двое там ремонтировали эти пепелы меняли вот он потом что-то измерял вот тут как постановление этот его массе что ли старший его ему типа отогнал получилось так что они это там двое настраивают вот массеев и рейджин пилы и они не видели как он услышали только что включаются уже эти пилы увидели как отлетает голова они не видели что он ложится они не видели что он включает хотя на эти станки находятся как на расстоянии пяти метров как она мне сказала но как так то он с вами здесь был и вы это вы ничего не видите но такого не может быть есть очень много несостыковок даже видавших виды как я понимаю осужденных эта история потрясла возникает все таки вопрос да то есть вот те те сигналы которые вот я хотя бы пыталась посылать до гусин управление собственной безопасности в прокуратуру по надзорам что что-то неладное уже происходит в этой колонии да то есть систематически как результат как вот вообще то есть апофеоз вообще того что вот можно представить да вот это случилось я хочу чтобы вот это вот причинно-следственная связь все-таки следствие да то есть вот раскрутила эту о том что родственники обращались от о том что били во все колокола то есть там надо проверять вообще все от и до и силами конечно уже совсем совсем других ведомств мы узнаем от него самого дали ему позвонить что он остается без рук вообще без рук то есть руки ампутировать будут на кисточка здесь значит банка с краской вот он сказал у меня банка упала кисточка упала и волосы здесь сразу посидели давай краситься поэтому красть сразу посидела в апреле 2020 года заключенному ивану звереву на производстве зажала обе кисти в литейном станке произошло полное размножение конечностей то есть не просто вот у него пальцы отрубила размножение получается еще хуже чем там просто бы сломалась сломались да не потому что это вот на мелкие кусочки иван работал один в цеху в четыре часа утра но обнаружили его не сразу итог 23-летний парень остался инвалидом возбуждение уголовного дела было отказано моего сына зовут зверев иван анатольевич он был осужден кировским районным судом на срок пять с половиной лет и отправлен в колонию город часовой на всесвятку на 10 номер 10 то есть зону там он пробыл буквально может ну в общем недолго он пробыл периодически он звонил стационарного телефона говорил что работает предоставили ему работу но звонки прекратились и где-то мы уже забили тревогу где-то недели через две это было как бы ночная смена начинающаяся с 8 часов вечера и когда зажалу зажала ваня то есть этим прессом руки все прижало как написано в объяснение вот я запросы делала в объяснении значит написано что сын звал на помощь и рядом были люди никого не было сын уже в беспамятстве его нашли во первых он действительно дико орал там это освободился как бы парень вот он все рассказывал мы говорит прямо вся зона слышала его ор как он орал и все потом все затихло а что касается и ванну тоже меня вот просто до глубины души возмутила эта ситуация сам факт уже того что он там в четыре часа ночи работает за станком и на котором видимо не прошло то обучение которое надо было пройти да и у него получается то есть это станок у которого была какая-то электроника да но вот она сломалась он его чистил как ему там видимо показали не показали значит у него зажала обе кисти станок поехал некому остановить потому что вот мы так соблюдаем вообще условия технику безопасности а то есть эти случаи несчастно они происходят постоянно и вот там не знаешь собирал полагу нет тоже вот эту информацию на по этим по производственным травмам и мы тут тоже можем быть оказаться впереди планеты всей мы делали несколько видео вот за последние несколько лет публиковали там где у одного мужчины взрослый мужчина отец нескольких несовершеннолетних детей у него просто ампутирована рука потому что ее отрубила неисправной пилой где не было автоматического тормоза стопа и так далее то что он мне рассказал ходе интервью это то что это старый цех с дырками в потолке и во время дождя либо снега все это течет и капает на электрооборудование что можно запросто получить или удар электрическим током от этих станков сами станки устаревшие те же самые вот эти вот многопилы не такая многопила это абсолютно ну как бы очень-очень страшно выглядит это прям старая ржавая и вот там несколько этих дисков которые крутятся и в данном случае когда он поднял кожу через полминуты эти пилы еще не остановились то есть были неисправные стопы которые должны автоматически при открытии попытки открытия кожуха останавливать эти пилы у него просто засосала туда рукав отрубила руку и самое страшное как к нему относились после получения травмы то есть ему сделали какую-то первичную перевязку а потом прежде чем его эвакуировать этапировать больницу для получения медицинского лечения его заставили подписать какие-то бумаги согласно которым он брал на себя вину что травму он получил по своей собственной вине что он был заранее осведомлен об ответственности о правилах техники безопасности и так далее я говорю все мамы я ничего не помню как бы они вот эти вот кто его повез на скорой помощи якобы ему рассказывают что спросили ваня а надо гореть срочно вести в городскую часовскую больницу на что ваня дал отказ везите меня в девятую то есть совершенно другое место и очень далеко его везут в больницу в часовой там хирурги говорят о том что надо делать операцию да то есть надо оказывать экстренную медицинскую помощь но сотрудники которые были с ним они принимают решение о том чтобы везти его в соликамск в девятку больницы которая у них там есть хотя там не специализированы то есть тяжелейшая производственная травма до в которой ничего не могут понимать эти сотрудники не по и последствиям этой травмы да то есть не по ее характеру там не потому что нужно сейчас делать вот в экстренном порядке изначально готовы были дать показания все там было их 20 чем-то человек на самый последний момент осталось их четверо человек который только согласно бы остальных всех сломали один у нас из дагестана он последний разговор который актем ему сказал если что значит позвони моей маме и скажи мои телефоны мой телефон крикнул и сказал где-то скажи моей маме что вот во всем виноват швырёк утром 1 января 2018 года в к 37 молодого парня бывшего омоновца артема тронина обнаруживают повешенным в собственной камере родственники фиксируют на теле мужчины многочисленные побои поэтому сразу отказываются верить в версию от суицид еще при жизни артем не раз сообщал другим заключенным и родственникам о конфликте со старшим оперуполномоченным оперативного отдела и к 37 андреем шваревым мой сын тронин артем владимирович отбывал наказание в к 37 города часового пермского края когда он туда поступил у них произошел конфликт непосредственно с начальником оперативной части шварёвом вот этот шварёв стал угрожать ему что ему здесь не поздоровится все прочее и они его закрыли в одиночную шизо из одиночной подвальное помещение вот так будем говорить и он там находился они его унижали там все но он сопротивлялся соответственно пытался отстоять свои права там первого января восемнадцатого года мне поступает ночью звонок от осужденного который мне сообщает что мой сын тронин артем владимирович был убит здраво вот этого не приучился не включился уже бокс он сказал поехали а утром их поднимать не хочет например там ему не отпускали нары чем они его убивали да еще вот одиночка ты сидишь в одиночной камере там холодно да там это утром тебе нары поднимают вечером тебе опускать должны якобы тронин самовольно не опустил не опускал нары но они не открывали штырь там такой штырь где вот открываешь вот как дверь дал у нас вот засов и тебе должна нара упасть он видите ли не поддержал нары чтобы они легли нормально но вы не открывали ему и в итоге он спал на каменном полу история трони на меня не отпускает потому что настолько было очевидно криминальный характер этой смерти что если вы видели фотографии дату представить себе что вот вообще человек это мог сделать все сам с собой из-за чего у него начался конфликт с шварёвым да из-за того что он заступился за нарыжного то есть он заступился за другого осужденного которого они там запины вали в десятеро 37 колония изначально она была просто колонией общего режима но очень не не для сотрудников гусина не гусина как там ну военных то вот этих да и у них создался этот отряд чтобы это то бишь эти не умели они же с простым народом там разговаривали которые а эти-то профессиональные юридически они более подкованы соответственно они стали конфликтовать да там мы все это требовать свои права которые они должны были предоставлять на что те говорили ты чё там совсем что ли какие-то никто и звать тебя никак и получилось так что артём сказал я не пойду в камеру который там что-то унитаз был не исправить ну хотели же как то более что-то и завязалось его стали бить и один из нарыжный такой там был осужденный которому осталось вообще сидеть три месяца три месяца сидеть и все парень бы вышел и все он стал кричать что там вот убивают человека да его запины вают просто там это тот значит в наручниках будем так говорить потом они сказали что мы применяли наручники дубинки только воспитательных мерах у нас Артёма Артёма били наружный стал кричать потом наружного забили они стали его бить тот тоже пацан не малого телосложения и очень потом наружному этому якобы за нападение вот на этого Шварёва начальника опера службы вот этой службы что якобы тот наручник на него напал там этот когда там их да куча налетела ему еще добавили три года парню три месяца и отправили в другую колонию абсолютно его там опустили вот для него это было такое наказание а Тронина отправили в ИПКТ как раз десятку 9 месяцев или 11 месяцев я сейчас уже не помню он находился вот в десятке он нас просил ведь мам что-то сделать я бы я не хочу я я боюсь сюда возвращаться они он меня там убьют просто-напросто он уже предчувствовал он говорит если там что-то случится я и он сколько мог то он тянул это десяткой там был причем неплохое содержание хотя бы да он нарушал там чтобы его подольше там оставляли он знал что здесь ему просто будет вот две недели две недели на смерть и как только он вернулся оттуда он вернулся в ноябре в новый год он у нас найден повешен в камере вот такие вот удивительные совпадения весь синий весь избитый сталкиваясь произволом со стороны сотрудников колонии и пытаясь хоть как-то достучаться до внешнего мира заключенный часто прибегает к члену вредительству они вбивают гвозди в грудь вскрывает вены этой осенью один из заключенных кунгурской колонии зашил себе рот в знак протеста против пыток и неправомерного отношения со стороны администрации тревожные сигналы по десятке они начались вот примерно с весны первой у нас была информация значит сразу о случаях нескольких членовредительства осужденных так как у них конфликт серьезный с администрацией в частности заместителем начальника александром тупицыным я осужденный бочков андрей сергеевич нахожусь на яка 10 перском крае я гордый для сергеевич меня проблемы с зампобором тупицын александр николаевич он мне угрожает физической расправой зампоборы угрожают угрожается антизерной брони в мою сторону у меня сложилась конфликтная ситуация зампобором он угрожает на физической расправой он не угрожает то что меня будут бить здесь палками здесь чем я заштырился и на данный момент они не зафиксировали это данное действие я принял меры суицида забил себе 8 показывать я тоже взял гвоздь и пил себе в легкое это уже второй раз первый раз у меня был инцидент я чуть не умер у меня в узденном силках и никто не примерно никакие меры не лымарь не пермского права нахожусь сейчас санчасти и к 10 это незаконно родители звонят им говорят что я нахожусь с пищевым отравлением говорят короче то что отравление отравления желудка держит с отравлением желудка также естественно нахожусь незаконно сегодняшняя дата 17 04 2021 года я написала обращение заявления по моему в усб уфсин вот либо в усб или гуси но они же там ведомство одно также я разговаривала по телефону тогда по этому поводу с прокурором кизиловским прокурором по надзору который осуществляет за десятка в том числе прокурор никонов он говорил о том что да мы проводим проверку там по результатам будет понятно но это наш взгляд как он сказал демонстративно-шантажное поведение разбираясь тоже по этим случаем понимаю что это действительно самая крайняя мера уже такая отчаянно безусловно есть процент тех кто постоянно да то есть пытается привлекать внимание но это какой-то совсем небольшой процент по всем случаем вот практически которые обращались к нам понимая что за этим стоит грубейшее нарушение прав за этим стоит невозможность по-другому никак свои права защитить находясь внутри учреждения да поэтому человека не остается другого выхода либо объявить голодовку либо совершить вот какой-то такой акции навредительства прекрасно понимаю что любой из них может закончиться летальным исходом и вот у нас ситуация была как раз том году по сизо в силикамске когда тоже неоднократно писали о том что к нам обращаются подследственное да о том что там они вскрываются да что-то там происходит внутри и все это опять же я получал отписки о том что это все также проверка не выявил никаких нарушений что это все демонстративно-шантажное поведение в итоге феврале этого уже года до у нас там законченный суицид в целом ряде учреждений пермского гусин процветает коррупция пытки бесчеловечное обращение по отношению к заключенным и вот последние годы достаточно часто мы получаем на горячую линию гулагу нет тревожные сигналы сообщения от родственников заключенных от бывших заключенных которые сообщают о том что иногда людей сбивают иногда на их заставляют уже после избиения работать практически без зарплаты начисляя какие-то формальные деньги там 100 рублей 200 рублей в месяц формализуя каким-то образом трудовые отношения но по сути дела принуждая заключенных работать в промзоне с рассвета до заката иногда даже без выходных дней или там с одним выходным днем как бы действительно можно говорить о том что в целом ряде учреждений пермского гусин применяется рабский труд заключенных к тем кто отказывается работать применяют начиная от мер дисциплинарного характера закрытия в штрафной изолятор по надуманным причинам в епк т так и вне процессуальные моменты как оказание психологического давления оскорбление испиение угроза изнасилованием и совершение в отношении неугодных администрации насильственных действий сексуального характера возвращенной форме вообще в россии пытками называют только то когда швабры задницу вот это вот считается пытками а все остальное мы потерпим нет вообще то что о чем пишут это пытки пытки это то когда ты работаешь там три смены получаешь 100 рублей в месяц это пытка издевательство унижение человеческого достоинства проблема в том что самый секретный документ на зоне один из самых секретов это зарплатные квитовчики тимур бывший заключенный к 1 он согласился побеседовать с нами на условиях полной анонимности поэтому его голос и имя изменены много заключенных сталкивались нарушением прав то есть администрация не обращает внимание на их слова на их просьба обращения даже если обращение абсолютно законны когда уже было невозможно невмоготу отбывать наказание то есть в условиях которых которых я был я начал соответственно оставить свои права администрация говорит просто не нравится что-то закрывайся в изолятор осужденный должен работать как рад для администрации зарплату не платят не пойду бесплатно на работу нарушения вот такого рода то что конечно это незаконно оформлять на одну ставку где реально приличная ставка по 10 по 20 человек трудится в три смены конечно это нелегально и вне всякого сомнения этим должны заниматься трудовые инспекции я не знаю почему трудовые инспекции это серьезные мощные влиятельные государственные учреждения которых боится весь бизнес там любой банк любое предприятие любая организация еще не заходят тюрьму я не поднимаю потому что и зарплаты и условия работы и отсутствие выходных и отсутствие отпусков это все их прерогатива и они конечно в состоянии изменить ситуацию закрыть любую зону любое производство безопасность на работе полностью нарушенного осуждены принуждают конечно же принуждают принимает раз всякого рода меры то есть держит в холодных изоляторах то есть где вообще невозможно находиться вот я сам столкнулся с этим когда начал оставить свои права когда мои права были грубо нарушены меня продержали два месяца в холодном изоляторе просто в ледяном изоляторе и прокуратура приезжала и начальство все пермское приезжало туда то есть как бы то есть и ОНК приезжал вот только после ОНК что-то поменялось но ненадолго потом снова меня посадили в изолятор а так два месяца безвылазно просто привозили бумаги то есть приносит инспектор бумаги и говорит распишись у тебя нарушения распишись у тебя нарушения вот так вот вообще на ИК-1 на ИК-1 вот я знаю там не было никогда производства там обучающий центр был всегда обучающий центр там только было ПТУ и вот этот центр создан был для того чтобы якобы там практику проходить хотя там всю жизнь было производство там мебельный цех тарный цех шерпотребка огромная мы проводили не только антипыточные но и антикоррупционные расследования и проверки по учреждениям гусин по пермскому краю мы за последние полтора два года публиковали целый ряд материалов о том что заключенные там выполняют работу в рамках гособоронзаказа в интересах Минобороны и целого ряда российских государственных ведомств работа это либо низкооплачиваемая либо рабская и между колонией которая является конечным исполнителем госзаказа и заказчиком Минобороны сотрудники в СИН генералы и полковники вставляют определенное количество прокладок фирм собственно говоря которые основную маржу и зарабатывают и кладут все это дело себе в карман то есть еще раз подчеркну заключенные получают мизер либо вообще ничего не получают Минобороны платят очень большие деньги за ну например там деревянные ящики для снарядов и так далее и так далее вот а вот эта дельта между высокой закупочной ценой министерства обороны и рабским трудом заключенных все это ложится в карман коррумпированных полковников подполковников и генералов все что касается именно вот системного рабского труда и размещения в учреждении в промзоне учреждения какого-то цеха по производству чего-то в интересах какой-то фирмы все эти так называемые бизнесы они сто процентов подконтрольное руководство гусин по пермскому краю они об этом знают в уэсб гусин по пермскому краю и собственно говоря вот эти вот те бенефициары кто за этим стоит это вот уэсб руководство гусин и руководство все на россии это вот те высокопоставленные сотрудники всен которые являются конечными бенефициарами всех вот этих схем связанных с низкооплачиваемым либо рабским трудом заключенных а что касается получения производственных травм здесь самое самое страшное что большинство травмированных заключенных не получали никаких компенсаций от государства не получали каких-то серьезных страховых выплат не просто получали те увечья и часть из них даже оформлялись путем служебных подлогов как бытовые травмы потому что большая часть вот этих трудящихся и травмированных заключенных они даже не были оформлены официально совершен суицид в местах для проживания вот как у них написано улице пилка что это место для проживания это промзона это рабочее место местах для проживания вы хотя бы между собой договоритесь чего там писать то будете а как мы из морга забирали это просто знаете это из ряда вон выходящий приехали в морг я захожу туда где документация сидит женщина я говорю мы вот забрагина ухмыльнулась и я говорю там вообще есть его как-то можно одеть или чё я бы где забирать а идите там забирайте где там а там с той стороны обойдете мы заходим двери на растопашку заходим туда холодильник на растопашку восемь трупов лежит все раскрытые тут труп лежит горелый приходи бери любого мы заглянули где а там мешки лежит голова рядом представляете я просто была в шоке вот такое маленькое расстояние тут восемь трупов я все разглядела саша у меня вот мешки был и тут еще один был труп и мы с мамой таки стою и то есть и что делать друг друга так пересматриваем считаешь что столько людей ну как бы столько трупов он до кого он же подписан год ваши дети ведь забирайте то есть он нам не открыл его не вообще никак не вообще ничего не одели на него то есть мы вещи привезли все там даже не было с допустим если было бы место мы бы сами его там достану достали вы там переодели вы когда задала вопрос говоря почему говорю у него голова то грива то моё спросил почему него голова то групп пакете или чё как-то такие у него спроси visitor он когда ему не за что бы пришивать хотя было там место то есть можно было хотя бы как-то скрепить чтобы голова была на месте когда я спросил почему говорили вы его не еду лиosaurs как manufacturers от его буду делать у него там все случится хотя там ничего уже не случилось там за неделю все же это уже вышло не стал нам не одевать лично был просто в черном мешке в красном пледе в цветочек и вот и Голова была отдельно в пакете, вот пятерочный пакет зеленый. Мама сама доставала голову из пакета, то есть я не решилась, ну я не смогла. Все убежали, все не могут. А мне что делать остается? Только я сама. Я ей говорю, открываем ногу, открываем. Пощупала руки, ноги, пощупала, голова рядом. Открыли, голова в зеленом пакете из-под пятерочки. Я ее сама достала, сама все осмотрела, посмотрела тело. Положили свечку в руки, иконку, крестик сюда, рубашку ему, что, одежда? Говорю, несите одежду, все убежали у меня, все испугались. Несите, говорю, одежду, что будем, так и будем, что ли? Положила ему рубашку, брючки, ну все как надо. Сделала эту, осмотрела его, все сама. А этим наплевать, они даже не вышли, хотя они знали, что мы приедем. Я им звонила заранее, что мы приедем в пятницу 22-го числа утром. У меня просто столько злости было, такое отношение к людям, скотское просто. Что к покойникам, что к нам, живым людям. Биологический мусор. 3-го числа поехали в морг. Ну, нам потому что сказали, что он там, что его пока не будут не вскрывать ничего. Там мы попали в этот морг. Конечно, страшная катина. Нашли мы там Артема, избитого. Нашли мы его не сразу. Договорились с мужем. Зашли вдвоем с Светланой Александровной трогать. Соответственно, встали, она в машине сидела. Скрывали каждый мешок. Вот он ходил, скрывал, скрывал, скрывал. Они не подписаны, что его нет? Нет. Нет, абсолютно нет. Там вот была груда просто тел. Кто-то на друг друге, вот ему приходилось там перекладывать, открывать. То есть, нашел он тело не в мешке. Хотя мы до этого задавали вопросы и сказали, что морг не работает, скрытие не производится. До 7-го числа. Мы были уверены, что он еще как бы не вскрытый. Мы его нашли лежащим на лавочке отдельно. Просто укрытым покрывалом. Он уже был, соответственно, вскрыт. То есть, проведена экспертиза. Это было третье число, хотя не работал вообще морг. То есть, его изначально для чего-то так экстренно вскрыли, провели экспертизу. Мы, соответственно, я мужа попросила сразу же его нафотографировать. Мы сфотографировали в морге. Пока это вот следы такие еще не сильно, ну, не было синевые. То есть, ну, обычно, вот как человек, человек, ну, то есть, не было еще вот этих трубных, да, пятен. Которая приезжала 1-го числа на осмотр тела. Никаких видимых повреждений нет. Ну, простите, там были черно-синие синяки. Были ссадины на руках. То есть, это не могло образоваться впоследствии, когда уже там в морг его привезли. Это раны вот как раз прижизненные, то есть, свежие раны. Содраны руки на, говорю, сколько вот, от локтя, получается, асимметричные две полосы. Они темно-синего цвета. То есть, они были, на ногах были побои. То есть, мы их, ну, сами 3-го числа мы их видели, мы их фиксировали. Нам никто не сообщил, во-первых, что, да, труп был. А по законам, мы потом, когда уже прочитали, что в течение 7 дней, если родственники не находятся, то труп они имеют право захоронить анонимно. Саша, вот, находясь в «Белом лебеде», он получал образование. Он получил образование газосварщика, тракториста, работал на шленом производстве, бригадиром. И потом, выйдя уже с «Белого лебедя», он здесь уже выучился на права, работал на «Газели». Потом, значит, он электромонтажом, на электромонтаже работал. Но в сфере деревообработки у него не было вот этих ни навыков, ни обучения, ничего не было. Я Селиткова Маргарита Александровна. В сфере деревообработки я работаю 15 лет. Ну, торцовка – это диск, который должен находиться в чехле. Обязательно в чехле. Есть ручка вверху, есть. Она опускается вниз. И внутри находится пила. Там вот высота 10 сантиметров. Ну, 15. Можно отпилить пальцы. Можно отпилить, ну, в конце этого, при желании, и дальше можно впилить. Но это ручку. Ну, чтобы голову туда запихать. Это брус туда тяжело запихать. Голова, ну, никак туда не может попасть. Вот это вот, понимаете, вот так, грубо сказать, сантиметров 30. Ну, может, 40. Ширина кожуха. В ней внутри находится пила. С этой стороны металл, с этой стороны металл. И тут металл. Она цель в металле. И расстояние в стол, расстояние, чтобы она туда входила, чтобы можно было доску туда засунуть. Мазжерина, Мария Сергеевна, следователь. Прихожу к ней и говорю, как его допустили вообще к такой работе. Без техники безопасности, без росписи в журнале, безо всего. Его на работу не выводили. Ну, вы же, говорю, сами сказали, что его вывели на работу туда. Тем более, это травмоопасно. Где у них это ограждение все эти? Где у них камеры, в конце концов? Я говорю, у нас 21 век. Почему нету? Ну, так там камеры с конца июня не работают. Я говорю, нормально. Я говорю, вообще нормально. Это же подсудное действительно дело, потому что допущен человек, совершенно не знающий аппарат. Это раз. Хотя он там уже и отработал сколько-то. Стаж работы при выполнении второй, который произошел в несчастный случай, один месяц. И якобы он какую-то бумагу подписал. На этой бумаге хотя бы кровь могла остаться. Там ничего нету ведь. Вот, посмотрите. Вот он руками подписывал отказ от больницы. Прошу обратить внимание. Руками, которые только что из-под прессы, которые не рабочие были. Это подписывал мой сын. Который вообще, там уже тряпки, говорит, были. Так вот именно, что это подпись. Разможженными костями, разможженными. Это он подписал. Это бред. И буква А совершенно не та. Это не он подписывал. Подписывается отказ, якобы его от госпитализации, да. Когда я с ним разговаривал, он говорит, я там в шоковом был состоянии, никаких отказов. Я ничего подписал. Понятно, он подписать не мог. Они написали, что с его слов. И подписался там сотрудник, не помню кто. Врач какой-то, значит, и вот эти, кто его привезли, сотрудники. Я никаких согласий не давал. Ну и странно бы, чтобы человек в таком состоянии давал согласие, что вот не сейчас ему здесь оказали бы помощь, да. А повезли бы там вообще в другой район. Вряд ли бы он давал такое согласие. Его лечащий врач, я ему когда позвонила, я ему сказала, у меня сын остается как бы то ли без рук, то ли инвалидом. Он мне просто сказал, ну а что вы хотите-то? Вы понимаете, человек вот идет вдоль дороги, а его раз машина сшибла. Это же просто факт такой вот-вот. Вот вообще в такой ситуации, как с ним, да, то есть уже вот сейчас, вот очевидно, по тем наступившим последствиям, его надо было на вертолете везти сразу, везти в краевую больницу. Понимая, что он останется инвалидом уже и так, да, полным, недееспособным, там нетрудоспособным, у него 80%, да, нетрудоспособность. Его возят туда, отрицают эти пальцы, которые, значит, там уже спасти было нельзя. И потом на протяжении года вот они его в этой девятке, где нет, конечно, таких вот специалистов узких, да, то есть которые бы понимали вообще, что с ним, да, вот эти кости, эти мелкие кусочки, их надо было, как они стали потом доставать, они все гниют. Вот это прошел год, и вот на протяжении всего этого года бедного парня, да, то есть они резали по кусочкам вот эти вот, доставая там из левой вот этой вот руки у него эти маленькие косточки, значит, у него все гниет, это же, ну, он испытывает дикие боли. При мне человеку отвезло два пальца, ВК-1 на станке, потому что станок не был оборудован нужной защитой. То есть после этого случая там для видимости, для местной там прокуратуры Соликамской по исправительным учреждениям, то есть там наварили какой-то щиток, ну, для отвода глаз, как бы защита была, и что это осужденный сам виноват, то есть, на производстве. Аппарат точно был, Ваня мне говорил, неисправном состоянии. Он говорит, мама наладом дышит, вот, когда вечером он звонил, ой, то есть утром с работы, стационарный телефон, он говорит, во-первых, это, говорит, наладом дышит этот, это аппарат, то есть вот этот вот пресс. Он говорит, хрен знает с каких годов уже, скорее бы, говорит, новый привезли, говорит, невозможно на нем работать. У него все, где-то дня два прошло, и все, ни слуха, ни духа, от сына уже больше не было. И вот этот момент, да, то есть того, что сотрудники думают не о том, как оказать вообще помощь, да, в случае даже вот такой вот тяжелейшей травмы, да, то есть он очень характерен и показателен вообще, как они относятся к жизни, к здоровью осужденных. Они не думают об Иване, которому всего 23 года, да, и которые просто весь истекает кровь, и вообще неизвестно, он выживет, не выживет, да, или ему сейчас надо будет по локоть отрезать обе руки, да. Они не об этом думают. Они, как потом выяснилось, думают у нас о том, что, а у нас нет достаточно сотрудников, чтобы караул тут выставить, а то ведь он сбежит прямо в таком состоянии, это вот весь в крови. Значит, тут мы сейчас не можем никого поставить охрану. Потом их мотивы, как мы понимаем, это того, что все-таки чрезвычайное происшествие. Сейчас начнутся разбирательства, да, пойдет прокуратура, пойдет следственный комитет, а в нашей больнице так просто не зайдешь. Больница, которая в девятой колонии находится, да, все-таки это внутри закрытого учреждения, внутри колонии, а здесь вольная больница, да, то есть здесь как бы сложнее будет препятствовать, да, чему-то. И вот это такое, во-первых, и второе спокойствие, вот это, когда двери открыли, такое, знаете, как наигранное, ой, повесился, что ли, ага, повесился, ой, да. Опа, давай сюда бегом, где хреново. Ебать. Бежонова, дай туда. Лега! Ебать! Давай. Давай, ножик, бежим. Давай бегом. Давай ножик, бежим. Давай, бежим. Я, думаю, толкал туда что-то еще. Что-нибудь делал туда? Да, он толкал туда. Что сделал? Придержи его за руку. А что у вас все равно сейчас бреднится? А, ты позвал дежурного? Позвал. Че, где он? Давай медиков сюда зависть. Я не знаю, мы стреляли. Где видео? Вон, вклев включен. Работает? Работает. Че? Все, ты ехал. Все, на руках уже на трубной пятна. А дед был что ли? Да так видишь, что он тут на пятна, пульса нет. На, на время. Начальника срочно дотягивайся пока здесь, путь, чтобы изолятор идет. И медика сюда. Время сколько? При обходе был замечен? Да вот сейчас вот, да. При приеме камер. При приеме камер. Готов. Холодный? Нет, еще теплый. Какие-то они все спокойные. Медсестра пришла, она вообще даже не попыталась, хотя один говорит, что он теплый. Помощи никакой нету. Логично же, что ты видишь, человек висит, ты начинаешь решетку открывать. На что мне сказали, он не мог открыть, решетка была забита щепкой. Я говорю, подождите, откуда вообще могла щепка появиться? Ее же надо отковырять от пола. А у него нечем, у него даже ручки не было, чем писать. Чем он ее отковыряет? Я нашла эту дощечку, где были так четко ровно срезаны. Не оторваны, вот если бы он отковырял там ногтем, да, щепки, они были четко срезаны. Далее следователь как бы, ну, не удосужился, что ли, проверить замок. А я знаю, что замок, он там пустой, ключ он один, везде подходит, скороход называется. Мне человек, который открывал камеру, он как раз дежурил, вот он обнаружил тело. Я ему говорю, а как вы в дальнейшем открыли решетку? Он говорит, так очень просто. И показывает мне вот эту отмычку и сбоку просто убирает собачку. То есть никакого труда-то бы не составило сразу же среагировать. Они нам говорят, это человеческий фактор, что они испугались, потому что у них замедленное все было. Вы работаете в системе ГУФСИНА, где у вас психологический, вы проходите тесты, когда вы должны, реакция срабатывает, что вам спасти, например, да-да. Сколько он там не висел бы, сколько не надо, но вы должны его попытаться откачать где-то, чего-то. Там видно, четко, с регистратора он подходит, режет, и он как падает. Да, и воздух выходит. Скорее всего, вот эти 12 минут, что они стали, ему можно было... И получается так, что вот они все дают разные показания. Абсолютно разные. Здесь так говорят, здесь так. И когда мы следствию говорим на это, следствия говорит, не, все нормально. Это просто человеческий фактор. Здесь они забыли, а здесь они вспомнили. Как она мне объяснила, вот здесь в постановлении сказано, что человек, который слонится отсюда, он должен находиться в большом количестве людей, и они только имеют право отправлять его на работу либо в клуб, либо что-то делать, либо что-то подметать, там еще что-то. Как она мне объяснила, что они его отправили подметать там, ну, убирать вот этот мусор. А почему они его отправили именно на травмоопасное производство? Потом в заключении было, что его вообще не имели права в одиночку садить. Психолог дает заключение, что он не должен находиться в одиночной камере. Ну, то бишь, они в свое время хотели привлечь внимание колонии. Они там себе и вены вскрывали, и животы вспаривали, как мы потом узнавали все это, чтобы только на них обратили внимание. Тем более, она еще тут давит на то, что типа из-за меня, меня приписала следователь. То, что у меня как тяжелая болезнь, он сильно переживал. И из-за этого вот он... Я говорю, да вы что такое говорите? Он прекрасно знал уже три года, что у меня онкология. Он что, первый день услышал, что у меня онкология, что ли? Я не верю. Она меня не убедила, следователь, что это суицид. Сказала, что даст мне ознакомиться с делом. Звоню, она трубку не берет. Ну, это что такое? Препятствует. Юристу моему отказ дала. Она обязана мне дать ознакомиться с делом, посмотреть все фотографии. Но она же не дает, она мне препятствует. А ездить к ней, бегать за ней я, у меня нет возможности кататься туда, в этот часовой. Тоже ей вопросы задавали, она все, знаете, вот так вот на нет. Все вот так вот на нет. И уводит от темы. Значит, есть что скрывать. Напрямую было сказано, откажись от ислама, и ты будешь жить, как в масле, например. Это самое, на что Артем сказал, почему я буду отказывать от ислама. Нет, все, значит, ты будешь, жизнь тебе здесь сладко не покажется. Артем по национальности татарин. Я русская, муж у меня был татарин. Поэтому, когда он принял ислам, вот я, например, не удивилась этому. Поэтому захотел и принял, называется, да, ну, ближе ему эта вера, не ближе там, как... А вот сотрудники, они приняли, что якобы игиловцы его, потому что там сидели же тоже игиловцы-то, что они его к себе вот переманили. Такой осужденный там был, который сказал нам потом, он давал показания такие. Изначально Артем, вот когда шли, да, они там, он порезал себе вены, да, например, там все. Но когда он принял ислам, он сказал, что хотите, то и делайте, но членовредительством я заниматься больше не буду. Я буду голодать, я буду, значит, протестовать каким-то другим способом, ну, голодом, потому что он сильный был духом, будем говорить, такой все это разведчик, они там умеют же, там не есть, там поскольку-то там это... Но членовредительства я больше делать не буду, так как я принял ислам. Он, значит, членовредительством не хочет заниматься, да, больше, но вешается. У него пили рана на лбу, и потом ровный срез. А потом следователь пишет мне в постановлении, тело лежит на спине, если оно лежит на спине, перпендикулярно пиле. Почему оно тогда по диагонали-то оказалось? И рука лежит, говорит, на этом, на каком-то рычаге, левая, а правая вот так на животе. Я лег умирать, да, давайте вот так вот сам себе нажму и отпилю. Ну, не смешно ли, ну, вот сами подумайте логически. Сперва себе здесь рубану, а потом основательно. Это надо, как тоже сказано, что он лежал на спине, ручка находится наверху, это нереально. Вот утверждать конкретно я ничего не могу, но в версии, что это без, не обошлось, а без посторонней помощи. Здесь была посторонняя помощь. Это сто процентов убийства, сто процентов, потому что лично своими глазами я его видела, когда забирали из морга. То есть у него большое рассечение на лбу, то есть это сразу же понятно, что не сам это сделал. И голова прямо ровно так отрезана была, то есть шов ровный, то есть если бы он как-то сам это... Ну, все равно же не так лег, да, и там, раз, это... Все равно бы какой-то... Я вообще ожидала увидеть другого. Когда мне сказали, что суицид, то есть я же глаза его еще не видела. То есть, ну, изначально, как бы, ну, так 50 на 50, может быть, я и поверила, что, ну, всяко, может, какая-то депрессия была, еще что-то. Но когда я его увидела, то есть я вообще ожидала увидеть, то, что там все будет раскрыть, ну, лицо вообще как бы это... А то есть там все так ровно, все-таки идеально, то есть вот такое рассечение у него там на лбу, то есть его даже не зашили от рассечения, голова у него прямо ровно так отрезана, глаза у него были приоткрыты, нос у него сломан. То есть когда вообще мы его уже в машину как бы, ну, поставили, то есть я уже сверху ела, смотрю, у него нос-то в другую сторону вообще. То есть у него нос был сломан. Скорее всего, чем-то ударили или... Сначала оглушили, а потом уже все остальное сделали. Я говорю, единственное, что вот он, мне кажется, там с руководством был какой-то конфликт. И все. А там наверняка есть люди, которым приказали, они сделали. Потому что человек не мог сам это сделать. Он, когда вот его срезали, он вот упал, получается, и вот у него трусы и штаны, они вывернуты. Знаете, как будто вот когда человек, да, обмякший, и когда подтягиваешь, ты, ну, выворачиваешь. То есть у него трусы были прямо вывернуты. Камера, ну как камера может в тюрьме, в закрытой тюрьме строгого режима не работать? Не работав все промежутки времени, которые вот как раз очень важны для уголовного дела. Это вот как раз с 31 на 1, до этого, сейчас могу ошибиться, по-моему, 28, там полутора суток не работали камеры. То есть мы также заявляли ходатайство, также видео исследовалось на монтаж. Монтаж, ну, естественно, не обнаружен, невыгодно это следствие. Субтитры сделал DimaTorzok И вот дело-то раскрутилось и понеслось все это. Потом мы добились, чтобы нас взял Следственный комитет по Перми уже. У нас был следователь Кузнецов, который вел все это дело, который нам сказал потом, соответственно, что вы хотите. Катраев, вот этот, который был первый следователь, сделал все для того, чтобы все улики были скрыты. Также у нас самое интересное, что впоследствии выяснилось, когда пришли экспертизы уже по вещам, у нас в трусах Артема Тронина найдены брызги крови. Вы не поверите, она ему не принадлежит и никому в 37-й, ни сотрудникам, ни осужденным. Они эксгумировали даже тех, кого уже захоронили или брали кровь родственников. Мало ли, эта кровь в трусы попала у покойника, когда другого вскрывали. Она им не принадлежит. То есть получается, у нас сейчас есть уголовное дело, которое 17 томов, оно закрыто. И есть три бумажки, это в отдельное производство выведено, кровь в трусах. Простите, это крытая тюрьма. Если бы я туда не заходила и не знала, как там проходишь, вот все вот эти отсекательные, то есть там везде камеры. Кто зашел в одиночную камеру, откуда у него в трусах, не на трусах, а в трусах, кровь, которая не принадлежит ни одному из сотрудников. Сколько мы не бились, Попков у нас, бывший сотрудник, да, по своим каналам узнавал в ВК-37, что Шварев не сдавал кровь, за него кто-то сдавал. Мы просили, ну давайте перед нами, пускай он сдаст, это все-таки кровь, мы убедимся, уберем доводы. Ничего это сделано не было. В экспертизе так сказано, что как будто вот, ну вот как стряхиваешь с рук, смахивает кровь. Вот она такими брызгами до сих пор у нас следствие, ну неинтересен этот факт, кто мог зайти в ВК-37. У нас была эксгумация Артема Пановой, доставали его в апреле месяце, достали. Повторная экспертиза была независимая, наш был непосредственно независимый эксперт, Горуховский, московский. Значит, он сказал, что вот нашел, что над ним были при его жизни нанесены ему телесные повреждения в пределах суток до смерти. Или били, или он защищался. И вот этот Горуховский дает нам заключение, что было повешивание. Не самоповешивание, а повешивание. При жизни на полуосознанное, например, тело накинули петлю и все это. Но следствие наше решило к этому не брать за основу, а основываясь на экспертизе именно пермских судэкспертов, дело это все замять. На данный момент, вот он уже как месяц, наверное, записался в спортивный зал. Парень спортивный записался в спортзал. Вот ходит по нему понемногу, это тренируется, хотя бы руку эту. Начал рисовать. Он говорит, получил это на 9-й, это какой-то праздник был, плакат нарисовал. Получил, как сказать, благодарность какую-то. В общем, пытается на УДО, что ли, выйти. Не знаю. Быстрее бы уж пришел. Ну, как бы он подавал, да. И ему сказали, что у него статья не подходит по ДУДО. Понять не могу. А поддельник его вышел по УДО. Три года давали. Но он где-то в другом месте сидел. На свиданку, все написали на свиданку, на длительную, на три дня. Он запрещает. Он просто позвонил, говорит, мама, приедете. Говорит, я к вам не приду, я к вам не выйду. Он много ведь не скажет, там же прослушивает весь разговор. Он бы, может, и хотел мне что-то сказать, но он просто не может этого сказать. Но они, естественно, никто не говорит, там вот кто осужденный, ребята, они же все берегут своих родителей, там жен, да, все. Не рассказывают 95% того, что с ними там случается. Бить надо в колокола сразу же. Не доводя вот, когда вот что-то случается более. Я более мягче в этом поступила. То, что вот на самом деле надо было, когда я прокуратуру изначально начала ходить, надо было добивать пороги до конца. Идти к начальнику, да, пнут тебя, пнут 95 из 100%, они пнут тебя, как маленькую шавочку, и скажут, иди отсюда. Но если ты пять раз пнут, и ты придешь на шестой, они поймут, что от тебя отвязаться нельзя, и что-то начнет. Но мы же еще боимся, чтобы нашим детям не было там хуже. Все нарушения последних лет, они все связаны с полной бесконтрольностью, потому что карантин очень удобная вещь, делать все, что угодно. Почему нельзя видеться с адвокатами-юристами, тоже загадка, в то время как каждый день с воля на работу приходят сотрудники. Если адвокат с волей, его нельзя, а сотрудники с волей им можно. Конечно, это все создает дополнительные проблемы с контролем за соблюдением прав человека, с которыми так, в общем, не очень хорошо. Главная работа общественной наблюдательной комиссии – это посещение учреждений с общественным контролем. Это ее самая главная работа и оказание реально действенной помощи, то есть лицам, находящимся в местах принудительного содержания. Это и есть главная работа. Также работа с жалобами, обращениями с родственниками. Возможности большие у общественных наблюдательных комиссий, у членов общественных наблюдательных комиссий. Сам по себе закон 2008 года – это хороший закон. Это, может быть, последний из таких либеральных одних законов. То есть это принятый при Медведеве. Сейчас, конечно, пытаются его атаковать с разных сторон и вносить в него какие-то поправки. В кодекс этики членов УНК эти поправки уже внесены. Но закон пока остается очень важным, потому что мы, как члены УНК, единственные, кто может зайти еще сегодня в учреждение. Все остальные – это представители государственных органов. То есть мы последние, как говорится, возможность защитить права осужденных внутри учреждения. То есть если каким-то образом сейчас будут перекрывать кислород именно общественным наблюдательным комиссиям, то все, это будут зоны отчуждения полные вообще. У администрации свои интересы. И, мне кажется, они все соответствуют интересам окружения администрации. УНК – это общественная организация, и у них нет права ворваться. Вот знаете, если бы УНК могли просто, да, вот только и обращение получили, могли ворваться бы, да, и увидеть все, как оно есть. А пока УНК едет, пока что-то, да, кто-то едет, формальности вот эти все, вот неровности администрация сглаживает. Поэтому никто не видит никогда картины, как она есть на самом деле. То есть осужденному не доказать. И администрация всегда права. Я убежден, что работа огромной Федеральной службы исполнения наказания – это более 200 тысяч сотрудников личного состава, более 450 тысяч заключенных, это более 700 учреждений в СИН во всех регионах России. Это гигантская система, которую невозможно перезагрузить, перестроить и реформировать за один месяц. Последние 10 лет государство потратило более 2 триллионов рублей на функционирование и реформу ФСИН. Реформа – это провалено, это теперь всем уже очевидно. Упущены эти 10 лет, и если бы у руля ФСИН 10 лет назад оказались бы не вот эти вот вороватые чекисты, а оказались бы эксперты в сфере защиты прав человека, которые действительно действовали бы бескорыстно и искренне, за эти 10 лет можно было бы избавиться вот от этого ГУЛАГа. Сейчас замена одного генерала силового блока на другого вряд ли приведет к каким-то кардинальным изменениям. И это говорят осужденные, которые до сегодняшнего момента общаются со мной, звонят мне с таксофона, рассказывают, вот, допустим, пришел нормальный начальник, хороший там все, да, может выслушать, но он не угоден. По нашим данным, да, по рассказам Попкова того же, да, что в принципе начальником-то всегда был Шварев. И когда приходит начальник, он же ведь не в курсе, что творится, по каким законам и правилам живут. Шварев уже сделал, да, свою свиту, свои законы, то есть, когда приходит новенький, понятно, что ты будешь прислушиваться, так же его срезают. Все сотрудники в голос, которые срезают простынь, говорят, мы его там придержали, на камере видно, что они его срезали, и там, простите, везде вот эти вот батареи железные, уголок от лежанки, то есть он просто падает, его никто не пытается держать, они уже знают, что все, ему уже не помочь. И вот такие вот моменты, если бы был хороший следователь, так он бы все в совокупности-то и расследовал, все эти недочеты. А получается, когда, еще раз повторюсь, системе это невыгодно, ты ничего, правда, не добьешься. То, что творится на ИК-10, на этом это полный беспредел. Родственникам, родителям, заключенных надо просто объединиться, надо, наверное, такую организацию создать, чтобы вот объединиться, чтобы мы защищали вот права своих детей. Знаете ведь такую пословицу, рыба гниет с головы, а голова у нас что? Прокуратура, и дальше они же поехали. Если это там творится, происходит и очень часто, значит, Македону кто-то покрывает. Правильно? А как нам обращаться тогда в прокуратуру, если это все идет оттуда? Вот как добиваться правды? Тогда придется не в Пермский край, а придется вплоть до президента писать, в Москву. Они думают, мы простые, вот, ну да, мы простые, смертные, да, вот мы обыкновенные люди, матери. Но правда, это все надо добиваться. У них тоже есть матери. Я очень, понимаете, я очень желаю, чтобы вот Македон и этот Тупицын испытали ту же боль, что я испытала. Очень желаю, как говорится, не желай, зла от тебя вернется. А ко мне оно уже пришло, я хочу, чтобы они это испытали. Вот я и говорю, что вот только вот эта вот безнаказанность, она у них порождается, новые и новые преступления. И люди, хотя бы раз совершившие, да, то есть уже такое преступление, вот как они потом вообще должны работать? То есть как изнутри можно изменить эту систему? Я все-таки думаю, что эта система отражает в большей степени то, что происходит не там, а то, что происходит здесь, на свободе. Просто как любая, как любая закрытая система, там это все в сконцентрированном виде. То есть чем больше диктатура здесь, тем хуже ситуация в армии, в колониях. То есть это вот, это кривое зеркало, которое полностью показывает вот в этом просто виде еще более страшно то, что происходит здесь у нас. Поэтому мы там систему не изменим, пока мы не изменим ее здесь. У меня забор упал нынче. Я же ему это все рассказываю, как бы он звонит-то. Он, что папа нет, что папа не может? А папа привык сам все делать. А он работает с утра и до поздна, когда один выходной воскресенье. То есть мы спим. Ну я ему жалуюсь такая, он такой, ну ладно, мама, подожди. Я приду, все сделаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok